Немолодой и страдающий. Таким цирюльника Фигаро, чье имя стало синонимом плутовства, театральная публика еще не видела. Для создателя новой постановки по пьесе «Бомарше» Женинбо Фигаро, это прежде всего история о коварстве и душевных муках, а не легковесная комедия положений. За страданием сирийского цирюльника в Московском художественном театре с интересом следил Илья Бухтуев. Фигаро какой-то не такой. Что с ним не так, начинаешь гадать сразу. В нем почти ничего не осталось от того беззаботного, неунывающего влюбленного, Фигаро здесь, Фигаро там, которого мы все знаем и много раз видели. В минуты гнева он срывается на испанский. Специально приглашали в театр консультанта. В МХТ Фигаро лишили легкости, сделали немолодым и уставшим от жизни. Он задает тон всему спектаклю. Чем дальше, тем больше зритель укрепляется во мнении. Это не комедия. Хотя смех в зале раздается, шутки никуда не делись, но стратегическая задача рассмешить трупа перед собой не ставит. Рассмотреть Фигаро не как комедия положений, комедия ситуации или комедия интриги, а как человеческую историю с внутренним драматизмом, нервом и некоторой даже меланхолией. История в данном случае, она гораздо вкуснее, что ли, правдивее. Она настоящая. Несмотря на легкость, несмотря на реакции, на шутки, которые все равно есть, и зал все равно реагирует, смеется, но это немножко другая, я бы сказал, химия другая немножко. Это та самая вот эти вот крупицы правды. А правда заключается в том, что Фигаро сталкивается с болью, предательством, ревностью, хотя мечтает о семейном покое. Успех спектаклю гарантирован, впрочем, не столько неожиданным прочтением пьесы Бомарше, сколько звездным актерским составом. Для режиссера была принципиальная связка безруков, табаков. Последнего на роль графа Альмавивы приходилось уговаривать долго. Ему же ведь 74 в этом году. Мне кажется, все-таки в этом возрасте как-то графьев играть, больше надо садовников, ну, в общем, людей, которые любят природу. Ну вот, нет, ну, режиссер был довольно, так сказать, убедителен и конкретен, ну, а я артист, я вообще артист, что ли, послушный. Когда в антракте публика штурмует буфет, за кулисами льют воду. Во втором акте сцена превратится в бассейн. Правда, в нем, вопреки ожиданиям, так никто и не искупается. Близко к этому окажется лишь вновь обретенная мать Фигаро. Пьер де Бомарше появляется в этом спектакле в весьма своеобразном виде. С этой плитой намеревается утопиться одна из героинь. Актеры утверждают, что избавившись от штампов, они близки к оригиналу пьесы максимально. Поэтому Пьер де Бомарше, если бы он, конечно, не умер в 1799-м, сейчас был бы доволен. Часть текста в пьесе Бомарше в театрах по всему миру, как правило, нещадно вырезают. Они слишком тяжелы, портят атмосферу фарса. В МХТ же, напротив, уделили пристальное внимание этим полузабытым репликам. У Пушкина так, коль мысли черные к тебе придут, от пупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Художественно предупреждают, мы в шампанское добавили коньяк. Илья Бухтуев, Борис Пильчиков, Андрей Захаров, НТВ, Москва.